Медицинская повязка сильно мешает. Линзы очков покрываются мелкими каплями. Строчку видно плохо. Любовь Морозова полагается на опыт. Швейей работает больше 20 лет. Правда, была в жизни еще одна профессия. Собирала холодильники. Однако швейка, говорит, это призвание. Для меня это все моя жизнь. Радость шить. Швейная машинка весело отбивает дробь. Этот звук родной и для коллег Любови Морозовой. В небольшом светлом помещении Рыбинской фабрики сейчас шьют куртки. Есть цех раскроя. Другая часть производства в Пашихонии. Продукция пользуется спросом. Пуховики делали под заказ для губернатора Дмитрия Миронова и режиссера Федора Бондарчука. В день здесь могут шить несколько десятков курток. Это зависит от модели. Бывает и 40, 50, бывает 20. По-всякому, брючный ассортимент бывает и по 80 штук. Все зависит от сложности модели. По весне швейная фабрика почувствовала легкое дыхание пандемии. Спрос упал, но несущественно. Производство не останавливалось. Вовремя отреагировали на потребность рынка. Стали шить медицинские маски. Руководитель предприятия Алексей Русалкин рассказывает, что без государственной поддержки было бы сложно. Благодаря тому, что получили беспроцентный кредит для выплаты зарплаты сотрудникам, почувствовали себя более уверенно. В коллективе около 40 человек, каждый из которых продолжает работать как в докризисное время. Во-первых, ощущаешь за собой подушку безопасности. Это немаловажно, потому что ситуации всякие бывают. Раз чего-то задержали, а девочкам у них семьи, у нас у всех семьи, дети. То есть, конечно, спокойно. Мы ощущаем себя спокойнее. А вот другому рыбинскому предприятию повезло меньше. Мебельное производство из-за пандемии остановилось на полтора месяца. Во время простоя работникам платили зарплату благодаря беспроцентному кредиту на сохранение занятости. Оплачивалось в полном объеме и аренда помещения. В сложной ситуации организация не только осталась на плаву, но и нашла точки для роста. Как нельзя кстати пришелся льготный кредит под 2% на развитие производства. Финансовые деньги я приобретаю в новый станок. Сейчас он уже заказан и стоит в Москве. На следующей неделе мы его привозим в замену действующему кромко-листовочному станку. И вот с этим, как бы сказать, новым станком у нас новые площади будут. Мы переезжаем на новое производство. Помимо низкого процента льготного кредита на развитие производства, есть еще один плюс. Если в организации сохраняется до 90% рабочих мест, предприниматель может рассчитывать на полное списание долга и процентов по кредиту от государства. Финансовая поддержка, она с начала пандемии начала действовать в первую очередь для наиболее пострадавших отраслей. Эти отрасли постоянно расширялись, но на данный момент список уже закрыт. И вот тот пул наиболее пострадавших отраслей, который признан на федеральном уровне, он уже сформирован. Туда, конечно, попали те, кто встали намертво, не могли работать по каким-то причинам. В работе по поддержке малого бизнеса в рамках госпрограмм активно участвовали банки. Кроме того, кредитные организации предоставляли отсрочки выплат по другим кредитам предпринимателей. С самого первого дня понимали, что ситуация крайне нестандартная и шаблонные программы не работают. Именно поэтому совместно с федеральными региональными правительствами Сбербанк разрабатывал сразу меры поддержки. И они корректировались по ходу движения вперед и изменения ситуации. Подприниматели отмечают прогресс в отношениях с банками. Сроки рассмотрения заявок заметно сократились. Ощутимо упростились и сами процедуры получения средств. Всего в Ярославской области по всем направлениям поддержки малого бизнеса было одобрено порядка 5000 заявок предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов рублей. Анастасия Жеравина, Георгий Колчин, Денис Лосев. День в событиях.